Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаем следить за событиями, которые происходят в городском округе Люберц. И, кстати, не только в нем, потому что программа связана со словом «долголетие». Существует в самых разных регионах. У нас целая программа, проект губернатора, который называется «Активное долголетие». Во время пандемии, к сожалению, он частично не работал в силу, как вы понимаете, сложившихся обстоятельств, но потихонечку все возвращается. И мы часто здесь поднимаем этот вопрос, и приходят самые разные люди, самые разные направления вот этого замечательного активного долголетия, когда у людей есть возможность даже уже на склоне каких-то своих лет выйти на пенсию, попробовать себя в чем-то другом и почувствовать прилив сумасшедшей энергии и просто удлинить себе счастливую, яркую жизнь. Сегодня у нас в гостях сразу два человека здесь в студии. Пришли они с картинами. Поговорим о живописи, не только о ней. Это Ирина Прокофьева, участник программы «Активное долголетие». Здравствуйте, Ирина. И она ученица, сегодня в роли ученицы, знаете, как в кино, в роли ученицы. Преподавателем является Анастасия Ясиновская, преподаватель детской художественной школы и одновременно участник тоже проекта «Активное долголетие», как преподаватель, которая приходит и помогает людям, которые хотят научиться. Кстати, как правильно все-таки – рисовать или писать? Если вы работаете живописью на холсте, то вы пишете. Если вы рисуете – это графика. То есть карандашом? Да. Мелок, карандаши, да? Карандаши, да, это все графика. А если краской масляной, то это уже писать? Это писать. Вот, наконец-то, я понял, на склоне ли это различие. Я уже тоже сегодня ваш ученик, можно я чуть-чуть буду? Дело в том, что понятно, наверное, трудно вообще этот проект появился как-то, вроде как неожиданно, а потом все поняли, что в этом очень много сути человеческой, когда есть возможность попробовать себя в чем-то новом. Вот у меня сразу же вопрос к Ирине. Вы почему решили попробовать рисунок, попробовать живописью заняться? Это было какое-то желание такое? Ну, мне вообще нравится, да, малевать. Ну, и как-то мне это интересно. Ну, раньше не было просто времени, вы тоже раньше подписывали. Ну, в детстве мы все как-то что-то рисовали. У меня в детском садике очень долго висела моя работа. Волки пришли, какая-то там, какая-то избушка, я помню. Два или три волка даже нарисовано было. Вот. Я гордился очень, потом уже все, конечно, забыл. Я имею в виду просто такой серьезный подход, когда есть преподаватель, который знает, и вдруг ты в таком возрасте начинаешь себя чувствовать учеником, ответственным, кстати, наверное, более ответственным, чем дети. Это мы еще спросим у Анастасии. Скажите, да почему решили этим заняться? Или чем вам эта программа помогла? Ну, во-первых, она, как бы, рисование вообще отвлекает. Все мысли сразу куда-то уходятся, средотачиваешься на предмете, как-то голова отдыхает. И курс доллара уже не интересует. Вообще ничего не интересует. В этот момент ты ничего не слышишь, и только видишь то, что тебе нужно видеть, и голова отдыхает полностью. Ну, нравится вот вообще просто. Ну, вот это же надо все-таки, а, сказать себе, что я хочу, б, заставить себя попробовать, и найти, где это можно было сделать. Как вот вы, как связала вас жизнь, в данном случае, с Анастасией Синовской? Ну, заставлять меня рисовать не надо, потому что я вообще люблю красить все, и малевать, и рисовать. И в прошлом году я ходила на московское долголетие, на акварель. Но потом нас областных сказали только для москвичей. К сожалению, нас оттуда попросили. А сейчас вот в Люберцах все у нас это есть. И вы сразу же пришли. Я, конечно, обрадовалась и сразу же пришла, да. Хорошо. Теперь вопрос к Анастасии. Анастасия, ну, с детьми-то, наверное, попроще работать? Или примерно так же? Как вы попали в этот проект? Я попала в этот проект от художественной школы. Детская художественная Люберецкая школа принимает участие в этом проекте. Но работать с детьми не проще. С детьми свои сложности, со взрослыми людьми. Даже проще работать, потому что... Меньше надо тратить время на усидчивость и так далее. Просто объяснить и начинают делать. Взрослый человек уже подходит к этому осмысленно, осознанно. Открыт миру, да? Дайте мне, расскажите, я буду писать. Правильно? Да, да. Он внимательно слушает, в отличие от детей. А вот ваш первый приход, да? Вы же понимаете, ой, я иду, там, взрослые люди. И я вроде как им сейчас буду что-то преподавать. Это, наверное, был сложный момент? Или как-то легко все пошло? Ну, на первом уроке я, во-первых, спросила, у кого какая база есть. Большинство пришли... Просто хочу. Ничего не умея, да. То есть ни разу не рисовали. Вот. И, собственно, мы начали с самого начала. Когда я поняла, что большинство не рисовали никогда. Мы начали рисовать вот с яблочка. Да, давайте, мы сразу покажем. Вот, да, сейчас вот я поставлю вот так. Расскажите, вот это что такое? Это азы. Заодно узнаем, чему учат. Вы что заканчивали, как правильно называется? Я заканчивала Академию живописи вояний из отчества имени Глазунова. Да, у меня академическое художественное образование. Вы серьезный человек, я прям как-то так сразу раз... Так, вот яблочко, да? То есть вы начинаете с азов? Мы сначала просто попробовали краски. Картинка получается несколько плоской. Я начала объяснять, что такое объем, что такое тон, что такое свет, что такое тень. И, по-моему, все сразу, в общем, как бы это все уловили. Я всегда, когда художника встречаю, мне хочется сразу задать вопрос. Ведь только художники знают, что там такой-то цвет, не просто он такой-то, потому что он получается смешением такого-то цвета и такого-то цвета. Есть же такая история? Да, есть. Нам казалось, что каждый охотник желает знать, где сидит его фазан, и все. Ну, спектр. А оказывается, там все сложнее чуть-чуть. Что белый – это не совсем белый, а синий – это не совсем синий. Да, разные художники работают по-разному. То есть есть художники, допустим, Левитан, всем известный пейзажист, он использовал очень мало цветов. И при этом добивался очень высоких эффектов. Ну, осень в основном рисовал. Осень до зима. Какие же там цвета-то? Нет, он рисовал и лето. Я шучу, конечно. Я хотел у Ирины задать вот такой вопрос. Вот какая из картин, присутствующих здесь? Я так понимаю, что цветы – это работа, которая в белом. Расскажите, что это такое? Ну, такой вот букетик мы решили нарисовать, чтобы попробовать гуашь. А букетик был настоящий? Нет, букетик нет. Нет, мы пока еще не рисовали с натуры. Нет, я рисовала картинку, а ученики за мной повторяли. А я что-то уверен, что прямо так вот он написан реалистично, что мне показалось, что перерисовали, да? Перерисовали, да. Да, сначала… Сначала вы нарисовали, а они перерисовали. Я рисовала и за мной повторяли. Пока мы еще с натурой не работаем, но это наш следующий этап. Но здесь, я так понимаю, вот как раз то, о чем я говорил, где цветочек белый, потом там что-то темнее, что-то еще. Разные варианты фиолетовый, розовый, красный цвет, да? То есть вы работали с цветами. Вот я тебе хотел спросить у Ирины, а насколько сложно эту технику было? Ну, какая-то же должна быть… Я уж не говорю, там тень, там же еще есть тень, это все серьезные вещи. И задние какие-то планы, где это стоит. А сами цветы, это же какой-то филиграбный труд. Один цветочек не так написал. Ну, для меня было сложновато пока. Вот мы еще… Я гуашью вообще никогда не пробовала. Ага. Рисовать. И вот это вот намешать там, чтобы получились нужные цвета. Ага. Но для первого раза было сложновато, конечно. А как контакт с преподавателем? Тем более, что все-таки, знаете, как… Вы понимаете, человек закончил такое серьезное учебное заведение. И как вот вы контакт находили? Ну, я очень обрадовалась, когда мне сказали… Что будет настоящий… Да, что будет настоящий преподаватель с образованием. Ага. Я очень обрадовалась. И вот пришла Анастасия, очень приятная девушка. Сколько вас там приходят людей к вам сейчас? Там, видимо, разными группами? Ну, пока у нас группа небольшая, семь человек. То есть вы практически каждому свою частичку профессионализма отдаете? Я к каждому подхожу, да. Сначала я объясняю, потом подхожу, смотрю, как, кто работает, что получается. Сколько времени сейчас существует вот этот вот художественный, скажем так, вариант активного долголетия? Ну, открытие клуба было совсем недавно. 5 сентября. Да. Вот. И занятия мы проводим два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 10 до 11. Ну, вот получается, что у нас было немного уроков. А вот такой вопрос. Все-таки, когда дети, это одна, опять же, история. Вот когда люди, там, скажем, от детского возраста, от где-нибудь 17 до 50, это, наверное, другая история. А вот люди возраста уже, которые попадают в программу активного долголетия, они же разные бывают. Бывают милые. Бывают, которые что-то хотят сделать, не получаются, потому что они вас невнимательно слушают, что-то неправильно выполняют. Вот. Или человеку кажется, что он хорошо пишет, рисует, да? А как вот ему сказать, что это неправильно? Он же скажет, не рассказывайте мне, я вот рисую так и рисую. Вот, хорошее яблоко, только у меня будет здесь вот так вот, потому что у меня оно немножко подгнившее. Я имею в виду, как происходит взаимодействие. Ну, как раз взрослые люди спокойно воспринимают критику, они пришли, ну, практически с какими-то нулевыми знаниями, и они, наоборот, задают очень много вопросов. Вот. То есть они активны, они хотят работать, хотят понимать. То есть вы даже немножко удивлены, что, да, люди, которые вроде бы всю жизнь занимались чем-то другим, вдруг с таким рвением к вам. Да, да, и не всегда люди понимают, что, как бы, вот рисование, живопись – это труд, это занятие, которое требует времени, то есть… Пространственного мышления, да, ассоциативного ряда. Это ж надо одно дело яблоко, или будет даже перерисать другое дело. Вот, кстати, тоже такой важный момент сейчас на время Ирине задам вопрос. Вам проще, например, перерисовать что-то, да, ну, или нарисовать то, что вы видите? А если я вот вам скажу, нарисуйте мне сейчас шарики воздушные, вот вы сможете их представить и написать? Ну, наверное, да. А что, ну, сложнее это сделать, чем перерисовать, правильно я понимаю? Ну, для меня, наверное, легче с натуры нарисовать. С натуры? Ну, я не пробовала еще. Вот. Мне так кажется. Вот я предлагаю, Анастасия, пусть будет маленький заказ от меня, пусть попробуют шарики нарисовать. Вот как они это видят. Шучу, конечно, но смысл в чем? Сейчас мы уже скоро уходим на перерыв. Вы наблюдаете за своими подопечными? Вот какими они становятся, когда начинают, это сам, мне кажется, интересный момент, когда вдруг начинает что-то ваять? Ну, кто-то более раскрепощен, кто-то боится, боится начинать, да, говорится, у меня ничего не получится. Но я думаю, что каждый человек умеет рисовать, только надо раскрыть в себе эту способность. Если у человека есть желание, если он пришел научиться, то со временем он обязательно научится. То есть общий успех зависит и от преподавателя, и от учителька, правильно? Да, конечно. Сейчас сделаю небольшую паузу и продолжим. Напомню, что у нас сегодня разговор о художественной составляющей, или как сейчас принято говорить в проекте губернатора «Активное долголетие» еще об одной активности, которая связана с живописью. Причем речь идет, я так понимаю, о самых разных видах живописи, но где-то как-то, но потихонечку, наверное, все варианты. Вдруг кто-то захочет писать акварелью, кто-то захочет писать маслом, а кто-то вдруг будет только графикой и будет только карандашом рисовать. Поэтому через некоторое время вернемся и продолжим. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Ирина Прокофьева, участник программы «Активное долголетие» и ученица Анастасия Ясиновская, которая, в свою очередь, являясь преподавателем детской художественной школы, тоже является участницей проекта «Активное долголетие», но как преподаватель. И мы в первой части поговорили о том, как возникла такая идея, и как Анастасия, как преподаватель, работающая с детьми, попала в эту приятную, на мой взгляд, добрую историю и дарит людям самых разных возрастов, но все-таки уже, которые принимают участие в проекте «Активное долголетие», радость, знакомство с рисунком и так далее и тому подобное. Давайте же поговорим о самой некой программе. Но везде есть программа, наверняка, да? Да. Потому что вы сказали, что встречаетесь три раза в неделю, наверняка, может быть, не два раза, а два раза в неделю. Ну, значит, будет скоро три. Я чувствую это. Два раза в неделю, и, может, где-то кто-то не смог прийти, и так далее и подобное, но вы, наверное, даете какое-то задание. Какая существует программа? Потому что одно дело, когда вы занимаетесь с детьми, уже установлены определенными требованиями и так далее. А здесь, наверное, немножко другой должен быть подход. И что, в принципе, выстраивается? Если вы хотите научить людей разным техникам, или все-таки, вот если, например, Ирина говорит, я вот хотела с акварелью, или вдруг она скажет, а теперь я хочу писать маслом портреты. Как выстраивается эта работа? Что вы им планируете дать? Ну, мы начали с построения Куба. Собственно, это... Давайте мы покажем, да? Собственно, во всех учебных заведениях, как в художественных школах и в училищах. Вы говорите, а я вот так вот подержусь за искусство. То есть мы начинаем с изучения построения. На этой основе мы уже учимся каким-то законам перспектива. И потом мы используем эти законы уже и в пейзаже. И... То есть любой предмет, по сути, мы можем как бы уместить в этот куб. И потом, когда мы даже начнем рисовать портрет, собственно, лицо мы рисуем по тем же законам перспектива. Вот. Ну, то есть все начинается с Куба. Вот. То есть вы прямо вот с ними, как с серьезными людьми, не обращая на их заслуги, возраст и прочие выслуги, вы прямо начинаете в хорошем смысле слова учить их азам. Да. То есть вы не играете с ними в игру. Ну, вы там что-нибудь нарисуете и все. Да. У нас это не мастер-классы такие сейчас популярные, когда человек приходит, просто повторять... Научу рисовать за 30 минут. Да. Я видел такое. И не понимает, что делает. То есть наша задача, чтобы человек понимал, что он делает, и чтобы потом самостоятельно он смог воплотить свои какие-то творческие идеи. Ну, вот пока сейчас я буду задавать вопросы Ирине Прокофьевой. Дайте мне задание. Что мне нужно так нарисовать, чтобы после программы сказали, ну, что-то есть у меня какие-то навыки или нет? Ну, это сложно. Ну, какую фигуру? Ну, на самом деле, желательно, конечно, допустим, если даже вы кубик рисуете, рисовать с натуры. То есть... Я могу представить кубик? Вы можете его представить, но если вы его никогда не рисовали, по воображению... То есть у нас задача... Да. Мы учимся наблюдать. Мы учимся наблюдать за натурой. Как в пространстве плоскости по перспективе сокращаются. То есть у нас задача номер один – это научиться наблюдать за натурой. У вас уже получается. А потом мы уже наблюдаем за... Есть же еще такие предметы, которые помнят моя, например, память, как черчение. Есть же такая история? Есть такая история, да. А еще самое страшное, что я помню из своего вузовского прошлого – это начертательная геометрия, когда в трех проекциях нужно было нарисовать какие-то вещи. Ну, вот скажем, если у человека после 40 лет получаются более-менее прямые линии, он же может как-то на что-то претендовать, и вам уже будет легче с ним работать. Вот такой квадратик пойдет? Замечательно. Ирина Кубик, у меня получился прямоугольный такой квадратик. Возьмете меня в школу для начала? Обязательно. Это вот вы можете тоже сделать. Я просто говорил сейчас в перерыве, и Анастасия, и Ирине, что я, например, ну, есть такой вариант, когда люди, ну, совещание или еще что-то проходит, они что-то пишут, а потом, когда пауза, что-то начинают вдруг рисовать. То есть рисунки иногда из нас выходят каким-то странным способом. Ну, как говорят, что сверху кто-то водит, да, твои писатели, значит, он пишет, художник и так далее. Я к чему веду? Ирине вопрос. Вот вы говорите бы, вы обо всем забываете. А вот вы написали цветы, натюрморт, и какие у вас ощущения? Работа закончена, вам жалко, что она закончена, или хочется еще, вам жалко, что она закончена, или хочется, чтобы дальше продолжалось? Ну, нет, не жалко. Да? То есть? Ну, как-то мне она понравилась вроде как, и я учила удовлетворение. А кто принимает работу? Вам приходит Анастасия и говорит, все, больше цветочки уже рисовать не надо, хватит. Или как? Или вы сами говорите? Я почувствовала, что вот это уже законченная картина. Потому что история же знает художников великих, которые по 20 лет картины писали. 20 лет. Это же безумие какое-то. Я как-то общался с Никасом Сафроновым, он в последнее время делает копии-копии своих картин. Вот даже такая есть вот история. Хорошо. О, азы. А все-таки, чему можно научить человека два раза в неделю, постоянно приходящего на занятия по живописи, ну, в течение, например, что у нас сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь, там, четырех месяцев. Что, если действительно он внимательно слушает, может ли он в какой-то степени называться потом художником? Ну, художник – это профессия на всю жизнь. Некоторые действительно всю жизнь пишут картину. То есть, во-первых, даже академическое образование – это 6 лет. И вы не выходите прям уже готовым продуктом. То есть вам еще можно завершенствоваться всю жизнь. Вот. Но наши задачи пока такие. То есть сначала мы изучаем законы перспективы. сначала на кубе, потом в пейзаже, вот. Потом пишем. Сначала мы рисуем, то есть это у нас графика. Потом мы уже красками начинаем писать. А руки, наверное, у новичков, которые приходят, сразу краскам хочется. А вы говорите, нет, краски позже. Сначала мы проходим тяжелый путь. Нет, мы начали, наоборот, с красок. А, с красок, чтобы интересно. Чтобы немножечко раскрепостить, в том числе. Нет, и, кстати, это запрос, в том числе и от учеников. То есть они хотят понять, что они делают. Это в том числе и отличие от детей. Хорошо. А вот картину. Эту картину можно не просто до дома повесить. Ее уже можно даже подарить кому-то. А я ей подарила сразу. Да, вот правильно. В активное долголетие. Вот. Вот видите, когда человек ставит свой автограф, уже совсем другое ощущение. Но вряд ли, наверное, есть художники, которые сначала ставят автограф, а потом что-то пишут на этом холсте. У меня такой вопрос. Все-таки все только началось, но я к чему везу? Может быть, в декабре какую-нибудь выставку устроить из работ ваших учеников? Ну, очень. Есть такие мысли? Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? По-моему, хорошая идея. Хорошая идея, отличная. Еще такой вопрос. Огромное количество художников. То есть вы занимаетесь практикой, безусловно, но вы показываете какие-то образцы живописи? Я вот со своими студентами общался и готовился, и сейчас же направление живописи какое-то огромное количество. От традиционной, назовем я таким словом, до уличной и так далее, и тому подобное. Выбрать эти направления, они еще в каждой в своем, значит, еще как-то делятся. Прямо какое-то огромное количество вариантов. Вот вы как-то показываете какие-то направления, что существует, или пока этого нет в программе? Только чисто мы технику изучаем. Пока, да. Пока у нас только технические задачи. Но когда мы будем начинать писать пейзаж красками, я, конечно, хочу предложить, выбрать им тот пейзаж, который будет всех вдохновлять, ну, какой-то осенний, возможно, пейзаж, того же нашего любимого Левитана. Почему бы и нет, да. Пора его обновить уже, правильно? Да, да, конечно. Свежий взгляд на Левитан. Ну, то есть, конечно, это образцы высокого искусства, они нас вдохновляют, они делают нас лучше. Они делают нас выше. Поэтому, конечно, обязательно мы будем сначала смотреть пейзажи, а потом выбирать. Понятно. Вот у вас еще есть одна картина. Расскажите, что это за темненькая, как я ее называл? Пейзаж, ну, это такой натурный набросок. Давайте, видите, мне красиво, чтобы не отвлекать вас, рассказывайте. Это набросок, и так? Это набросок с натуры. Вот, в том числе мы будем, начинаем с каких-то простых вещей, да, это куб, шар, вот. Но это все наблюдение с натуры. Здесь у нас также наблюдение с натуры. Вот, мы делаем быстрые наброски. Вот. То есть это где-то в Люберцах домик такой? Нет, это где-то в деревеньке. Такой есенинский домик, по моему настроению. Да-да-да, есенинский, да. Возможно, будем выходить на пленеры, вот, и писать с натуры. Вы расскажите нашим телезрителям, что такое пленер. Пленер – это от французского слова пленер – воздух. То есть это работа на воздухе. На воздухе. А для активного долголетия это еще дополнительные условия. Сложительные мощства. Да, продолжим. Вот, когда люди занимаются спортом, ходят, я не знаю, в бассейн, какая-нибудь скандинавская ходьба, вышивают или, ну, традиционными какими-то занимаются, да, вещами – это понятно. Но вот чтобы человек в проекте «Активное долголетие» заинтересовался и стал художником, это же все-таки, согласитесь, надо иметь большое желание. И может прийти к вам человек, который ну совсем не может и не умеет, а вы все-таки сможете иметь. Ему что-то дать. Не дать понять, что, парень, вы сами-то, тем более, сказали, что каждый может нарисовать что-то, только надо, ну, собраться. А вы так намекнете, ну, вот вам лучше идите вязать. Нет, мы никогда так не скажем, потому что… Ну, это не так. Ну, мне кажется, каждый человек имеет потребность в какой-то самореализации, и любое самовыражение имеет место быть. Надо с чего-то начинать. И начинать можно в любом возрасте. У каждого возраста свои плюсы и минусы, поэтому мы всех приглашаем. И ждем. И ждем. Куда, кстати, обращаться, чтобы прийти к вам в школу? В Люберцах, дом ветеранов. В этом здании у нас клуб «Активное долголетие». «Активное долголетие», который начал работать с 5 сентября. Ну и финальный вопрос. Ирина, скажите, какие ощущения у вас? Вы уже даже подарили картину. То есть теперь не нужно покупать подарки. Пришла, позанималась, написала. По заказу даже можно написать что-то, да, и дарить людям. Вот какие у вас ощущения? Вы чувствуете себя творцом? Ну, пока нет. Ну, почему? Ну, так, если... Ну, настроение же есть такое, что все-таки... Ну, вот, если мы сейчас выйдем с вами на улицу, то ближайшие 100 человек, которые, правда, не умеют так писать, как вы, это же уже здорово. Ну, да, я девочкам с вами показала, они говорят, ой, мы так не умеем. Вот. То есть вы... Самооценка повысилась. Да, облядь их уже. Вот. Мне кажется, очень важно, что то, чем занимается проект «Активное долголетие», помимо того, что он дарит это долголетие, ощущение, да, нужности, необходимости, он еще повышает свою самооценку, потому что людям свойственно. Поэтому то, что, Ирина, вы пришли, это вы осознали, это здорово, это как лучшая, знаете, какая-то реклама, да, проекта. Ну, а то, что Анастасия принимает в этом участие, и мне кажется, она и для себя даже новые какие-то педагогические, да, ловит моменты, которые она будет использовать потом, в том числе и с учениками, с маленькими детьми. То есть она может одновременно, кстати, внуков учить, да, и бабушек с дедушкой. Это же здорово, да. Спасибо вам большое. Напомню, что в гостях у нас преподаватель детской художественной школы, участник проекта «Активное долголетие» Анастасия Ясиновская и ее ученица, бывает у нас и так, Ирина Прокофьева, тоже участник программы «Активное долголетие», которая уже может нас порадовать настоящими живописными работами. Спасибо вам большое, приходите к нам еще, и пора задуматься уже о выставке. Эту идею я вам дарю. Это была программа «Открытый диалог», всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова